Прежде всего я хочу поблагодарить Константина за приглашение участвовать в этих чтениях. И хочу тоже еще раз поблагодарить отца Антуэн за его библиографическую помощь. Я буду рассматривать проблему детства у Толстого. Какое место оно занимает в его мировоззрении, в мировоззрении позднего Толстого. Тут можно привести слова Мережковского, произнесенные на третьем заседании религиозно-философских собраний в Петербурге в 1901 году. Это заседание было посвящено теме «Лев Толстой и русская церковь». Я цитирую. Да, есть что-то бесконечно трогательное в этой способности великого старика быть вечным ребенком. По бессознательной мудрости, по глубочайшему прозрению в тайны животной жизни, ему как будто не 70, а 700 лет. А по уму, по сознанию, все еще 17 или даже 7 лет. Как будто и до ныне он тот же самый Левушка, который, желая лететь и бросившись из окна классной комнаты, я цитирую сломал себе шею. Конец цитата. Не случайно Мережковский пользуется здесь выражением прозрения в тайны животной жизни. Общеизвестно, какое внимание Толстой уделял детям, и прежде всего детям своих крестьян. Он регулярно открывал полы для крестьянских детей, каждый раз, когда возвращался в Ясную Паяну. В конце 40-х годов, когда он бросил университет, в конце 50-х и начале 60-х годов, когда он окончательно поселяется в Ясной Поляне и основывает семью, и в самом конце 60-х годов, когда он начинает работу над знаменитой азбукой. На почве этой деятельности даже возник своеобразный педагогический журнал «Ясная Поляна», издававшийся с 61-го года. Периодически Толстой лично становился сельским учителем. И когда он второй раз отправился за границу, он сделал это прежде всего с целью ознакомиться со школами и с разными системами преподавания. Именно тогда он начинает азбуку в 68-м году, после написания «Войны и мира». И это для него тогда совсем не второстепенное занятие между двумя ночными романами. Он говорит об азбуке как об основном деле своей жизни. Но как раз в связи с этой азбукой возникает первый вопрос, который раскрывает всю противоречивость отношений Толстого к понятию «детство». Несмотря на то, что Толстой основал школы для крестьянских детей, он очень двусмысленно относился к самому процессу обучения. Эта азбука, по его словам, чужда каких-либо просветительских устремлений. Она даже, по его словам, содержит систему лечения от всевозможных вредных «интеллигентских» идей, от всякого идеологического, опять в кавычках, направления. Толстой настаивает на том, что ребенку нужно учиться исключительно тому, что непосредственно полезно для хозяйства и для нравственности. Я цитирую, «Для ученика, ничего не знающего о видимом движении небесного свода, Солнца, Луны, планет, о затмениях, о наблюдениях тех же явлений с различных точек Земли, толкование о том, что Земля вертится и бегает, не есть развязка вопроса и объяснений, а есть без всякой необходимости навязанная бессмыслица. Ученик, полагающий, что Земля стоит на воде и на рыбах, судит гораздо здравее, чем тот, который верит, что Земля вертится и не умеет этого понять и объяснить». Конец цитата. Тут ему резонно ответили, что если верить, так уж лучше верить в действительность, чем в бессмыслицу. Мы знаем, как Толстой относился к точным наукам во второй период своей жизни. И причины разные. То ли он возмущался, что медицина, например, может вылечить только ограниченное количество больных, и что наука не дает ответа на самые существенные вопросы. То ли он, наоборот, что он восставал против претензий науки на раскрытие окончательной истины. Но здесь на самом деле вопрос другой. Толстой выступает против искусственной педагогики, лишенной опоры на какой-нибудь общий культурный строй. И тут он действительно намекает на одну из главных проблем, с которыми сталкивалось просвещение в России из-за распада общества на интеллигенцию и народ. Без этого общего культурного строя так называемое развитие может принести в социальный тупик, как известно. Тут нужно вспомнить одну странность, между прочим, что его нашумевшая статья о народном образовании, где он рекомендует школу, я цитирую, без всяких естествознаний, истории и географии, с грамотой, со счетом и со священной историей, Вот эта статья была сперва опубликована в отечественных записках. Известно, особенно по воспоминаниям Маковицкого, между прочим, что Толстой не раз отговаривал детей или молодых людей, особенно из простого народа, учиться. И особенно это было уже после кризиса 70-х годов, в связи с проповедью о прощении. Воззрение Толстого на народное образование вызвали множество отрицательных реакций, среди которых самая яркая ответ Владимира Соловьева. Правда, статья Соловьева «Идолы и идеалы», направленная против толстовских воззрений, написана в 1991 году, но она касается всего отношения Толстого к народной вере и народному просвещению. Владимир Соловьев утверждает, я цитирую, «Тот, кто находится на одной из верхних ступеней богочеловеческой лестницы, конечно, не станет рубить те нижние ступени, на которых стоят его братья». Конец цитаты. Тут речь идет не только о личном благосостоянии и усовершенствовании, но о судьбе всего человечества. Соловьев подчеркивает, что если, цитирую, «мера добра в человечестве вообще возрастает, то это именно благодаря объективным обстоятельствам духовного развития». И в лице Толстого он обличает что-то вроде умственного предательства, состоявшего в убеждении, что Царство Божье на земле может возникнуть из отказа от культуры, из проповеди возвращения к уровню безграмотных крестьян. Вопрос об образовании вытекает, конечно, из русоистских концепций Толстого, в которых ребенок и народ, то есть крестьянство, тесно связаны. И представление о детстве прямо вытекает из них. Более того, решив в очередной раз превратиться в сельского учителя в начале 60-х годов, Толстой написал памфлет под заглавием «Кому у кого учиться писать? Крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» Тут уже просматривается что-то другое, чем простое любование человеком из природы. Ребенок, особенно из народа, как бы владеет другим, более глубоким знанием. Эти настроения прямо связаны с переходом Толстого к проповеди о прощении. И Эхенбаум напоминает, что работа над азбукой сопровождается поисками нового стиля, когда Толстой отмежевывался от изошленности психологического анализа и пытался перейти к самому простому изложению с очень короткими фразами. Пример. Я цитирую. «Был один мальчик, и он очень любил есть цыплят и очень боялся волков». Можно сказать, что Толстой иногда фактически, никогда фактически не уходил от таких воззрений. Его идеологическая позиция рано стала опираться на простой народ, а именно на крестьянство. Уже в 60-е годы в своем дневнике он утверждает, я цитирую, что Пушкин и Бетховен нам нравятся не потому, что в них есть абсолютная красота, но потому, что мы так же испорчены, как Пушкин и Бетховен, потому что Пушкин и Бетховен одинаково стят нашей уродливой разорожительности и нашей слабости, что уже очень близко к известному по духу, к известному трактату «Что такое искусство». Проповедь о прощении, которую иные назвали «О прощенством» имеет корни в виде предполагаемой детской простоты. Алданов остроумно высмеивал эту проповедь. Он напоминает в книге «Загадка Толстого», что в посмертном издании сочинения Толстого имеется небольшой диалог под названием «Детская мудрость», где некий мальчик Миша записывает на клочке бумаги такое изречение «Надо будь добрум». Для Алданова, конечно, это характерно скорее для толстовства, чем для самого Толстого. Но действительно, в учении Толстого, не по повести детства, наблюдается эта склонность представить детское мировоззрение в упрощенном виде и восхищаться этой предполагаемой простотой. И Алданов заключает, я цитирую, «Хорош был бы Толстой, если бы после него осталась одна Мишина формула. К тому же, в известных условиях эта пропись хуже, чем «Надо быть злым», ведь Миша еще паскаль ответил «Киво фернон шверабет». Кто хочет быть ангелом, становится дураком. На это псевдо-детское опрощение иронически нападает Соловьев в третьей части из трех разговоров о войне, я цитирую, «Стоит добрым людям самим становиться еще добрее, чтобы злые теряли свое зло». Как раз по этому поводу Сергей Булгаков напоминает, что мысль Нового Завета о детях, непремудрым и разумным от века сего открытой тайне «Царство Божие, но младенцам», имеет на самом деле метафизическое значение, и что детскость тут означает, я цитирую Сергея Булгакова, «первозданное состояние души, еще не познавшей добра и зла с их мучительной сложностью». Но тут как раз возникает в противоположность этому высказыванию предположение, что глубокий смысл детства у Толстого в том, что оно совсем не чуждо по знанию добра и зла, что ему доступно какое-то глубинное знание, которое потом исчезнет, и его русские настроения тут, может быть, ни при чем. Если Толстой с таким неодобрением смотрит на процесс обучения, если он говорит, например, что высшая математика бесполезна или вредна лишь потому, что она недоступна к пониманию трехлетнего ребенка, это не апология невежества, а лишь парадоксальное убеждение, что ребенок имеет в себе какое-то таинственное искреннее знание, и что традиционное обучение происходит как бы в ущерб этому изначальному знанию. Если вернуться к детству Толстого, подно уже повести, мы знаем, что главное место в нем занимает рассказ о смерти матери. Нужно помнить, что на самом деле смерть матери произошла, когда ему было два года, и то, что он рассказывает, или выдумано, или, по крайней мере, восстановлено на основе других воспоминаний. Но, тем более, это ясно показывает значение этой темы для взрослого Толстого. Если присмотреться к самому тексту, мы сразу замечаем, какое место занимает тема зрения в этом отрывке. Главное происходит во взгляде. Глаза, взгляд, взглянуть, смотреть. Толстой надеяет ребенка даром особого наблюдения. Он замечает мельчайшие, но значащие подробности. Будем обратить внимание на то, как ребенок характеризует то, что он видит, и как это видение уносит его в какую-то потусторонную реальность, и как это состояние прорывается вмешательством извне, прежде всего, появлением детчика, то есть, какими-то в широком смысле общественными условностями. Это вмешательство извне мешает или даже угрожает таинственному дару прозрения, сокрытому в ребенке. Великий дар ребенка, который нужно было бы, но невозможно удержать, это дар прозрения неиспорченного, но и незащищенного условностями общественного уклада, образованности, между прочим. Эти условности представляют собой одновременно и защиту от страшных видений и преграду от последних истин. Во взоре ребенка одновременно присутствуют и зародыш творчества, и отрицание его, поскольку ему открываются последние истины и прежде всего истина смертности. Это прозрение, ничем внешним не обусловленное, присущее или детству, или самым последним моментам жизни. И тут приходит на ум свет в последний момент жизни Ивана Ильича. То, что видит ребенок, это одновременно, тут я цитирую Сергея Булгакова, картины, цветущие жизнью и счастьем, и что-то прозрачное воскового цвета, когда он смотрит на лицо матери. Бунин обратил особое внимание на это страшное что-то. Сила изобразительности внешнего как будто преобладает, но из этого внешнего исходит истинный ужас внутреннего. Чего стоит одно это что-то. Этот отрывок действительно сразу наводит на мысль о знаменитой проповеди Бюссуэ на тему смерти. «Un je ne sais quoi qui n'a plus de nous dans aucune langue», которая является на самом деле цитатой из Дертульана. Нечто, что уже не имеет названия ни на одном из языков. Сам Толстой, как известно, особенно ценил тоже у Паскаля его, как он говорил, гениальное напугивание смертью. В непосредственном восприятии ребенка сопряжены два основных и противоречивых стимулах, которые определяют и творчество Толстого, и отказ от него, или, по словам Сергея Булгакова, мирорадование и мироотречность. Тут берет свое начало своеобразная смесь мистицизма и рационализма с постоянной их борьбой, которая характеризует его учение. Несмотря на то, что смерть чуть ли не главная тема всех его произведений, он отрицательно, как известно, относился ко всяким метафизическим рассуждениям. Алданов рассказывает, он говорил про загробную жизнь, мы знаем, что она существует, и точка. И в исповеди это особенно показательно то, что вызывает у него страстное, почти судорожное извержение, это трансцендентность. И в то же время мысля о трансцендентности и борьба с этой мыслью его никогда не оставляет. Многие мыслители Владимир Соловьев, Сергей Булгаков связали его народопоклонство с напрасным исканием веры. Народа Божья есть, по словам Булгакова, плохо прикрытые религиозные бессилия, неспособность к вере при страстном стремлении к ней. Благодаря, между прочим, благодаря свидетелям его последних лет и особенно благодаря тем речам, которые были произнесены на религиозно-философских собраниях, но уже после его смерти в 2010 году, мы знаем, что, вероятно, к самому концу жизни этот его внутренний конфликт как будто стал разрешаться. И особенно есть фраза, которую приводит Зинаида Гиппиус, как будто это было произнесено Толстым в самые последние месяцы его жизни. «Ничего не знаю, но знаю, что в последнюю минуту скажу, вот, в руки твои предаю дух мой, и пусть он сделает со мной, что хочет, сохранит, уничтожит или восстановит меня опять, это он знает, а не я». Писательская драма Толстого, по словам Евгения Соловьева, связана не столько с его отвращением к праздной и распущенной жизни, сколько со страхом смерти, придававшим всякой мысли и чувству пессимистическое настроение. Это заложено в самом прозрении ребенка. Это спасает его представление о детстве от видимого опрощенства и снимает противоречия его отношения к образованию. Тот внутренний конфликт, который принял особенно острые формы во второй части его жизни, был заложен в детском зрении и еще ничем извне не обусловлено. «Ценность детства – это не возможность развиваться, обучаться, а обладание каким-то особым даром прозрения. Но это уже уводит далеко от его русоистских воззрений. Это, скорее всего, открывает в нем, и тут эта перекличка с докладом Журнина, это открывает в нем какую-то особую чуткость к тому, что предчувствует постижимому становлению сознания, и даже, страшно сказать, к тому, что предчувствует бытию». Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ